Во имя Отца и Сына и Святого Духа Книга Судей, 4 глава Всю главу прочитаем Когда умер Аот, сыны Израиля, устали опять делать злое перед очами Господа И придал их Господь в руки Иовина, царя Хананского, который царствовал в Оссоре Военачальником у него был Сесар, который жил в Харо Шеф Гой Киме И возобили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц И он жестоко угнетал сынов Израилевых в 20 лет В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидов Фова Она жила под пальмой Деварином между Рамою и Вефилем на горе Ефремова И приходили к ней сыны Израилевы на суд Девора послала и призвала в Арака, сына Ави Нуамова, Искидеса Нефалимова И сказала ему Поверевает тебе Господь, Бог Израилев Пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек И сынов Нефалимовых, и сынов Завулоновых А я приведу к тебе, к потоку Кесома, Сесару, военачальника Иовинова И колесницы его, и многолюдное войско его И придам его в руки твои Ворак сказал ей Если ты пойдешь со мной, пойду А если не пойдешь со мной, не пойду Она сказала ему Пойди, пойду с тобой Только не тебе уже будет слава на 7 пути В которые ты идешь Но в руки женщины предаст Господь Сесару И стала Девора и пошла с Вораком в Кедес Ворак созвал Завулонян и Нефалимлян в Кедес И пришли вслед за ним 10 тысяч человек И Девора пошла с ними Хевер, киньянин Отделился тогда от киньян сынов Хавава, родственника Моисеева И раскинул шатер свою Дубраву в Цааниме, близ Кедеса И донесли Сесаре, что Ворак, сын Ави-Ноамов, зашел на гору Фавор Сесар созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц И весь народ, который у него, Исха-Ро-Шеф-Гуима, к потоку Кисон И сказала Девора Вораку Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сесару в руки твои Сам Господь пойдет пред тобою И пошел Ворак с горы Фавора, и за ним 10 тысяч человек Тогда Господь привел в замешательство Сесару И все колесницы его, и все ополчения его от меча Воракова И сошел Сесар с колесницей, и бежал пеший Ворак преследовал колесницы его ополчения До Харушев-Гаима И пало все ополчение Сесарин от меча, не осталось никого Сесара же убежал пеший в шатер Я пить хочу Она развязала мех с молоком и напоила его И опять покрыла его Сесара сказала ей Встань у двери шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет Нет ли здесь кого? Ты скажи нет И Аиль жена Хиверова взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою И пошла к нему потихоньку И вонзила кол в висок его так, что приколола к земле А он спал от усталости и умер И вот ворак гонится за Сесару И Аиль вышла на встречу ему и сказала ему Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь Он вошел к ней И вот Сесара лежит мертвый, кол в виске его И смирил Бог в тот день И Авина, царя Хананского, перед сынами Израилевых Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иавином, царем Хананским Доколе не истребили они и Авина, царя Хананского Почему полную главу читаем? Потому что не все считают Библию Это уже определенно Дело в том, что в прошлый раз я вам говорил Говоря о трезубце, которым поразил сатана род человеческий Дева, древо и смерть Дева, Ева, древо познания добра и зла и смерть Адама В Адаме все умирают Иисус вырвал этот трезубец и ударил дьявола в голову Дева, древо и смерть Дева Мария Древо, крест животворящий, которому поклоняемся И смерть Христа Во Христе все живут Я сказал, тема большая Ну, тем более мы уезжаем Сегодня я продолжу этот разговор Чтобы жены, сестры имели живой пример Мы о ней мало знаем О Деворе ничего больше нигде не сказано Это примерно 12-11 век, примерно до Рождества Христова Кто она такая была? Какое происхождение? Ни слова нету Но слово Девора переводится, запомните, пчела Вы пчелы знаете, что они приносят И она была такая Как она начала? Маленькая Когда в ней пробудился этот дух ревности Такой дух, перед которым смирился весь Израиль И она живет в определенном месте Нигде не ездит, не благовествует К ней весь Израиль идет За любым вопросом обращаются, а вопросы ответы И при том ее никто не оспаривает Почему? Откровение Божие Народ находится в угнетении Молчание Ей открывает Господь Ворак сделает Вызывает Я? А кто я такой? Сержант обыкновенный Аефрейтор Бог сказал, ты пойдешь Ты пойдешь? Тогда пойду Условие одно Чтобы ты с воинскими частями Где там в танке будешь сидеть В машине Пешком Но без тебя я не пойду на пронт Знаете Когда считаешь, если так Ты понимаешь Дело непростое Даже вот в армию не идет Говорят, откосить То есть не служить в армии А в войну было это Было такое Их сразу находили Или расстреливали Или они так уходили В ГУЛАГ и не возвращались У нас по Теляевке был такой Я могу сказать Дело прошлое Все уже умерли Вы знали Ивана Мельчакова Это его отец Он где-то жил здесь Я даже видел В лесу выкопал Живет он Там на краю Около леса И выходил И жене помогал Она ходила с жеребцами А соседку видала Худинкина И доложила Она так на нее думала Ну и взяли И с концом он ехал Больше он никогда не было На умельщиков Но таких-то было Ни два, ни три В Израиле было? Да, было Но там По-другому было Сказал Бог Вот вспомните В Новом Завете Идите в селение Вы видите Остла привязаны Вас с лису Остленок молодой Берите его Вам скажут так Зачем беретесь? А вы ответьте Господу надобен То сразу отойдет в сторону Господу Нельзя прикасаться Все Осел мой и не мой Ну кто-нибудь сейчас В машину твою залез У тебя что-то там отрывает И ты его встретишь Я для Господа это делаю Ты поверишь в это? Да нет Он просто тюрьмы боится Тогда был другой народ Как говорят Другой менталитет И она пошла Но заранее сказала Победа будет Но славы тебе не будет Она будет Та, которая Этого главного врага Этого Гитлера По-тогдашнему понимать Пригвоздила Напоила его Молочком Уложила Взяла кол Это любая женщина могла сделать Но она жила между двух огней Там Израиль А здесь язычники И она где-то посредине жила Но ее считали Что она нейтральную полосу занимает И поэтому Хорошо относится и к сесаре А там вот дальше Будет говориться Мать сесары В окно выглядывают Он же военачальник Маршал А где? Ой У каждого теперь воина По две девицы Какое они богатство несут? А он уже мертвый лежит Люди Судят Не зная о чем Я сегодня хочу показать Только какие были Жены в Ветхом Завете Чтобы вы, сестры Подумали и сказали Я буду подражать такой-то Удастся или нет? Ну попытка-то может быть Апостол Павел Подражайте мне Как я Христу Как подражать? Что он делал? Что знал? Мы не знаем и не делаем А здесь доступно все Притом она была жената Замужняя сказать Дева Или кто-то там еще Это трудно сказать Я не дева Скажите Я замужем Пример возьмите Девора И ни одной Девора В жизни я не встречал Святца я не мог найти Как так? Освободительница Израиля Не просто победу одержала Весь Израиль обращался За всяким делом Вопросом И все выходили довольные Что это? В Ветхом Завете Есть один человек За которым нет Ни одного плохого дела Ну мы знаем Давид Ну Давид Псалтырь его читает Он был царь Пророк Апсалмопевец А что сделал? Кто его охранял Больше всего У него жену отнял Живого А своих жен Да несколько было уже И его предал смерть И предательство Написал письмо Будет сражение Он смелый такой Полковник этот Бросится Атаковать город А вы все отступите Он один останется И убьют его Вы знаете как Нафан его обрещил Он после этого Помилуй меня Божье Написал А были ли люди в Израиле Которые сделали Большое дело для Израиля Такое Которое касается нас Нас Живущих здесь Да был один человек Я перечислил Некоторые его Деяния Он Собрал книги Ветхого Завета Без него Библии бы не было Даже говорить страшно Книги разрозненные У тебя какая книга У меня Вот Встретится У тебя какая Ну у нас есть Второзаконие Он все книги собрал И издал отдельно Ветхий Завет Ему принадлежит Имя ему Ездра И о его святцах нету Ни одного Ездра Не встречается Нигде Он Близкий к царю С Неемией вместе Выводит народ Из плена Добивается Отпустили Народ вывезти Из плена Это больше никому Не удавалось Весь народ вывезти И никакой битвы Не было От фараона ушли Дальше сражение Бог сражается Топит их Здесь ничего этого нет Дальше отстраивает Город Иерусалим Возводит Стены И дальше Мы читаем Про него Он устроил Всесветный развод Так у тебя жена А кто она Эквепленка А почему А у тебя жена Кто Священники Князья Были там В другой стране Вот как русские Где они там На католичках Женились И все католиками стали Каждый держит Свою веру А верующий Какую-то веру Держал православную Это я разговаривал С метрополитом Виталием Семь миллионов Примерно ушло За рубеж А когда объединялись Едварь Насчитывалось Двести Таких Тысяч всего А как А вот такая ассимиляция У него этого не было Он сделал развод Всех отпустить Наградить Чтобы семья Израилев Не рассекалось По миру Евреи женятся Только на еврейке Попробуйте Сказать сейчас Что-то мне указывают Да тут будет Такое поднимется Посадят сразу Пододел свободу Тоталитарная Секта Даже нет ничего Этого И то так называют А они это сделали Не побоялись А какие угрозы были Мы сейчас Скоснемся этого Ездра Я подошел К отцу Иакима И говорю Батюшка Ты как считаешь Святой По всем параметрам Святее его Никого не было В Ветхом Завете Ни одного За ним ни одного Дела плохого нету А какие важные дела Сделал А почему его нет Воскресе Нету его нигде Вот Матрона Есть А Дегору Нету У Матрона Там разные басни К ней приходят Об этом Осипа Пишет Профессор Какие просьбы Батюшка Считал книгу Там дай жену Там ушел взять Там плотское все Здесь все Пренебесное Любит человек Бога Его нигде нету Я говорю Ты вот Крестится один Он из мусульман Назови его Езра Тебя кто за это скажет И он Крестил Так он такой Ревностный Каждый Почти день Заходит Благодарит Бога И как у него Семья Он ничего не скрывает Езра Может быть Езра За 2000 лет один Ну надо В эти стереотипы Как-то Объяснять Почему Его нету Я Вопрос ставлю И чтобы это Было понятно Герасим был В пустыне Построил из камня Келью И живет К нему пришел Лев Лев ревет Он посмотрел Нога у него разбухла Там Или за нос Упала Ну он там Все там мог Разрезал Или как Вытащил За нос Забинтовал И лев остался Служить им Он на нем Воду возил Как на быке А когда он умер Лев поднялся На задние лапы Ударился Об земли И умер Что он взял Ни одного человека Не обратил Только Лева обратил И тот самоубийцей Оказался А Герасим Петрович Герасим Тоже Папский Перевел Большую часть Нового Псалтыр Считаем Это его перевод Его не канонизируют Он Преподаватель Духовной Академии Воспитатель Царских детей Что за ним было Это вообще Какие знания Вообще Никто даже верующий Не знает Ивангелие Отмитрия считаете Это он перевел Герасим Петрович Папский А мы каждый день молимся Святым И переводчикам Священного Писания Я упор делаю на это Я знаю ответ Почему Потому что монахи Писания Не знали И поэтому Они просто Отводили в сторону Где касалось Писания Никого не канонизируют Свой Монашеский мир Говорит Строим не царство Божие А царство Попов И монахов Вот так сказал Священник А не Григорий Петров Итак Это уже К сестрам Девору Пчела А пчела А пчели многое знает Летает С цветка на цветок Из нее Происходит Пот Пот Пчелиный Что такое воск Она потеет Соскребает лапками Вот теперь у нас свечки горят Пчела А мед И медведи любят И муравьи И цари И все Да какой целебный он Это Девора Это мы Не знаешь Еврейский язык А это знаешь Девора Это пчела Несколько мест Писания Дома вы если сможете Потом проверите Исход Пятнадцатая глава Не все главу Много время занимает Ну сами Сами как-то запомните У Моисея была Сестра Марья И когда утонули Войска Фараона Они сразу же Составили песню Мариам И воспели Эту песню Пятнадцать два Исход Пятнадцать два Мариам Родная сестра Пророка Вождя Израильского Моисея Ну у нас видите Моисей А появился Моша А почему Моша Потому что У греков Нет буквы Они нам Придали Это Моисе Мы добавили Кратко Ну и все Даже не узнаешь Откуда идет Моисе Мошеда Ян Одноглазый Министр Который разгромил Там сразу Три государства Так Исход Пятнадцать два Несколько стихов Можно прочитать Господь Крепость моя И слава моя Это песня Они начали петь После потопления Фараонов Он был Мне спасением Он Бог мой И прославлю его Бог отца Можу И превознесу его Господь Муж Брани Его Игова 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 Надо все это понимать Они воспели Прямо на берегу моря Видят Волна накрыла всех А стояла стеной Не просто ветер разлом Написано И стеной стояла Вода С двух сторон Видимо Как в аквариуме Смотрели Рыбы там проплывают Ну сегодня так Показывают это И что? Сердце наполнило Благодарение Богу Сколько у нас этого было Казана Медальницы Враги Господь потопил Развеял Воспой эту песню И вот Я говорю Чтобы вам понятно было Мы считаем Когда Господи Владыка Желатаймова Дух праздности Умение Любоначальная Молитва Пушкин переложил ее В стихотворной форме В этом В стихотворной форме По-еврейски Звучит это Как стихотворение Далее Колесницы Фараона Игойского Игова Вернул он в море И избранные Военачальники Его потонули В черном море Он перечисляет Даже все Что и волна Шла И как стояла Нужно Учиться Воспевать Не думайте Что у вас Нескладно получится Ты работаешь Где-то Доешь Корову Ну найди Что сказать Господи Какое диво Ты устроил Траву ест Лучше всего Молоко Производство Там Сепараторы Придумали Где-то там В Финляндии Решили сделать Молоко Искусственное Траву ест Корову Почему нам нельзя Добавить Что-то и сделать Сделали Зеленое молоко Стали поить В первую очередь Кошек Все сдохли Добавили Молоко Все живут По сегодняшний день Не могут разгадать 96 элементов В молоке Молоко Единственный продукт Который Который Усвояется Без желудка Когда вырезают Больной Там Раковый Желудок И полностью Усвояется И мы ничего не знаем Каждый день Корову Дуем Каждый день Молочко У нас Ну прославь Бога Около Коровки Та встань Говорит Обними ее И скажи Как тебя Господь Переручил К человеку Да ведь не боялся Еле Жилища Аистах Мы считаем Горо Убежище Зайцем Да потеряв Этих зайцев Сколько Пой Пойдешь В лес И за зайцем За все Прославь Бога Да какие Зайцы Все у нас Ябольки Погрызли Почему Это вопрос На вопрос идет Надо научиться Бога славить А сколько Было неприятностей Мы с великим трудом Закончили Работу Бог дал Каких Сегодня только И уехал Стоя Приехал Уехал Это обошлось Мне игрушка Это 71 тысячу Попутно Ему Бога Прославили Эти люди Что-то услышали Мы расстались По-хорошему А почему Об этом говорите Бога прославить Мы молились Прямо на молитве Вот два брата Николая Евгений Они у вас пахали Когда-то Тоже прославьте Бога Они очень расположены К нам Попутно сказать Это все В благодарение Итак 4 отца 22.14 Так Прямо хочется Всего главу Прочитать Событие Которого Больше никогда Не было У нас было Здесь Старообрященское Беспоповское Киржатское Селение Как на Урыльке Слово Евангелия Никто не слышал Не знали А как почищались А нужно было Яйцо сырое Выдуть И это Скорлупое В пруду Подчеркнуть Воды Это надо Приломать Вот это Как причастие Ничего больше Не было На Урыльке Это точно Точно так же Живут Но им Тоже Кто-то Должен Сказать И вот Мы считаем Потому что Евангелия Не было Тебя побеждать Будут все Если ты не считаешь Евангелие Евангелие Сказано Все разговоры Исчезают А откуда Троица Не надо Рассуждать Нам открыто А та Единая Вечная Нераздельная Несильярная Научите Эти слова Говорит Четвертый царь 22-14 Про одну Какую-то Пророчицу И пошел Хилкия Священник И Ахикам И Ахбор И Шафан И Асия Олдаме Пророчица Жена Пошли Пророчицы Дело такое Когда деньги давали Какой-то ящик Там был Видимо Приходили Там сережки Там золотишко Какое-то Сбрасывали Ну а царь Говорит Теперь надо Рабочим Отдавать Работают Стали копать А там Брестит Копнул Там еще Надо убирать Там мусор Лежал И вдруг Находят свиток Один свиток По-нашему Одна Библия На всю страну И та лежит Там засыпана Это наше положение Русское Тысячу Когда В каком году В 989 году Крещение А Библия Переведена В 1876 году Только Не было ее Мне говорили В Кочной Там У нас была Екатерина Учительница Одна Вот У ней мать была Баптистка Там было Евангелие Или Библия Разговор шел Но я его не видел Я не знал этого А если бы знали Никакой революции Не было Не было В революции Ни баптисты Ни другие Не участвовали В этом У кого Библия В руках была Расстрельные Отряды были Все Которые Библию не знали Которые не верили Этому Просто ходили В церковь Пели Сталин учился В семинарии Гитлер пел В церковном хоре Евангелия не было И самые литые Враги Сделались Позаботьтесь Говорят о себе И о детях Ваших И когда нашли свиток Пошли к пророчице Ну вы видите Свиток стали считать Там говорится Бог говорит Накажу вас Ты оставил меня Говорит Господь Поэтому я Простру на тебя Руку мою И погублю тебя Я устал миловать Пророк Еремея 15-6 стих Покажи Это страшные слова Бог устал миловать Сколько Прости Прости Все прощает А человек возвращается На прежнюю бриготину Как говорит Апостол Петр Как с меня вымотает Вымотый идет Валяйся в грязи Это не про кого-то говорится Про христиан Сами называются Не верующие А свиньями Верующие Живущие Нечистым образом жизни Преследование Злопомнение Там все это И вот пошли К ней Пророчице С Библии в руках Расскажи Что дальше Она им И она сказала им Так говорит Господь Бог Израилев Скажите человеку Который послал Вас ко мне Царь Так говорит Господь Наведу зло На место сие И на жители его Все слова Книги Которую читал Царь Иудейский За то Что оставили меня И кодят Другим богам Чтобы раздражать Меня Всеми делами Рук своих Воспылал Гнев мой На место сие И не погаснет Ну сходится Дальше прочтете Прочтете ли Но они это считали Видели что гнев Божий Нет Пророчица скажет Вот расположение Какое-то К этим людям Вот меня спрашивают Да вы встречали Такие чтобы Женщины Вот такие Встречали Очень редко Это редко Обычно так Если муж куда-то Скатился Там Церковь не ходит Там Буй стоит Жена Ходит еще А потом все Исчезает Они побеждают Потому что Тьма охватывает Все Это не один раз Я все замечал Практически Никто не может Победить Злоб Поселившийся В семье А почему один А если был бы Вместе О чем Согласитесь Молиться Двое или трое Прямо говорится А не так Я Неуязвимый Уязвимый Двое или трое Господь говорит Собраны во имя Мое Там и я Посреди них Я знаю У нас в общине Приходили люди Принимали крещение А жена Была против Он ни разу Не показал жену Проходит год Другой Человек отошел Он Хорошие отношения Поддерживает Все И чтобы ему Не докучали Переезжает Куда-то в другое место Стандартное Такое уже Есть Как Сами подумайте Потому что У молодых Еще впереди Жизнь Если у кого-то В семье Есть один За Другой Против Надо помочь В молитвах Поминать Того, кто еще Держится Кто ходит в храм Это Это везде Не только что И нас Эта беда Не обошла Считаем Нееме 6.14 Помяни Боже мой Товию И Санавалата По сих делам А также Пророчицу Младию И других И прочих Пророков Которые хотели Устрашить меня Кто она такая Это была Пророчица Но хотели Устрашить Ты спрячься Ты не строй Ты уйди Если ты благовестник Тебя обязательно Будут говорить Мне неоднократно Подбрасывали записки Я занимался с детьми На улице На которой жили А дети воровали Поезда останавливаются Они грабили А родители знали Это делай мне записку Еще раз Наших детей Ты их оснешься Угроза Смертельная Ни один Ничего не тронул А дети не понимают Еще не расцветало Стучатся в дверь Дедушка Ты нам расскажи Про Боженьку Что вчера говорил Я говорю Что за ящики Винограда наворвали Вот такая стопа Ящиков этих Сначала ребята Отнесите А потом будем говорить Это семя Бог позволяет сеять И вот они пришли Со своей бедой А эти старались Испугать его Евангелие от Луки 2.36 Я слово пророчица Хочу вас высветить Чтобы вы понимали Что и вы можете Пророчествовать Лука 2.36 Тут также была Тут была также Анна Пророчица Дочь Фануилова От колена Осирова Достигшая глубокой старости Прожившись с мужем От детства Своего Семь лет Непонятно Что такое Семь лет То ли когда она вышла замуж Он умер Ну так написано И она Пророчеств начала О Христе Почитали такое Дальше Третье царство 18.4 Еще несколько мест писания Напомнишь А то у вас Лишний не будет И когда Иезавель Истребляла Пророков Господних Авгий Взял Сто Пророков И скрывал Их По пяти Десяти человек В пещерах И питал Их хлебом И водой Иезавель Жена Ахаба И она Вошла в историю Чтобы понять Кто она такая Можно просчитать В Откровении Об этом говорится Много сделала она зла Откровение 2.20 Этим именем Называет Иезавель Вот бывает такая Везде все надо узнать Пронырливая Иезавель Слышала Скорее перенесла К другому А то это не знает Ни о чем Но имею немного Против тебя Потому что Ты попускаешь Жене Иезавель Называющей себя Пророчицей Учить И вводить Заблуждения Рабов моих Любодействовать И есть Идоложертвенные Видите какая То есть она Грамотная У нее образование И она научила Чтобы люди Ели идоложертвования То есть прикасались К миру Не боялись Ну и что такое Там в театр сходил Ну и что Что дети будут пионерами Там самольцами Главное Я дома молюсь То есть это Примерно так мы можем Сказать И она перешла В откровение Пронырливая Иезавель Сохрани нас Бог От этого Читаем Матфея 7.22 Несколько моментов Евангелие от Матфея 7 глава 22 стих Многие скажут мне В тот день Господи, Господи Не от твоего ли имени Мы прочтуем И не твоим ли именем Бесопись гоняли И не твоим ли Именем Многие чудеса Творили Но это дальше что? И тогда Объявлю им Я никогда Не знал вас Отойдите от меня Делающие Беззаконие Беззаконие А закон А беззаконие То есть Беззаконно Беззаконно Нейтральную сторону Нельзя занимать Есть Рай Есть ад Есть тьма и свет Серенькой мглы нету Кто не со мной Господь говорит Тот против меня Да я не против Так написано Поэтому ты Четко Должен при переписке Что сейчас идет Сейчас такие моменты Наступают Считаешь Даже содрогаешься Как выселяют людей Объявляют зоны опасные А те болящие какие есть сегодня В Грузии Дескать Ну уже все это На практике идет И показывают Как это Даже страшно подумать Некоторые пишут Так Мы не евреи В 41 году Которые склонили голову То есть Русский мужик Возьмется за дубину Уходя Квартиры не закрывать Дети отдельные Никогда их больше не увидят Спрашивать тебя Никто не будет Опасная зона То есть Все заразились Насколько это достоверно Дело покажет Но Стоять на одном месте Не может Будет двигаться Да сохранит нас Господь от этого И несколько мест 2 Петра 1.20 1.21 Апостол Петр Пишет Что такое пророчество Нам пророчество Это сказать Что будет завтра Там предсказать День Вот умирай Ладно Я умру тогда-то Проходит год Не умирай Второй Третий Уже И ни даты Ничего нет Это ничего не значит Это Господь Продляет жизнь Для пользы Для покаяния Гадать не надо Пророку Открыто Прошлое Настоящее В истинном свете И будущее И поэтому В 1 апостоле Это церковь Пророчества Практически все Сколько у вас членов здесь Вот все женщины сидят Сестры Все могут пророчествовать А как Пророк обличает Наставляет Предсказывает И ты несешь Что написано дальше Священное Писание Это пророчество Так и было 2 Петра 1.21 Ибо никогда Пророчество Пророчество Не было Произносимо По воле Человеческой Но изрекали Его Святые Божьи Человеки Будучи Движимы Духом Святым Движимы Поэтому Надо посмотреть Может это Лжепророк А пророка Как узнать Определитель Только один Вот лежит у нас На русском языке Библия И чтобы так Библия лежала На лое Это я больше Нигде не встречал Тем более на русском языке 1 Коринфянам 11.5 Первое послание Апостола Павла Коринфянам Такая церковь Это была Слабая Слабая И всякая жена Молящаяся Или Пророчествующая С открытой головой Постыжает Свою голову Ибо это тоже Как если бы Она была Бритая Ну мы проехали Знаете 120 тысяч километров От Владивостока До Португалии Везде Все женщины Раскрыты Голову Покрыты Смотришь Старые снимки Смотришь Даже Москву Показывают Там в 41 году Когда было Все в платках Главный удар Наносится На молитву Нельзя молиться Это не просто Им какая разница Платки или нет Сколько депутатов В Государственной Думе Женщины Избранные Ни одной платки нет Единственное У кого есть Это в Чечне Они это знают И разговора Никакого Не отодеваются Как мы Точно так же Это хиджаб Называется Два платка Или хиджаб Почему А у мужчин Главное Что пояс И борода Это уже Другой вопрос Хоть иногда бывает Тот И женщин Ни одной Не встретили Как только Во Францию Приехали Идут мусульмански Бывают негры Все в платках Да не просто В платках До пол головы Не платок Благодарю А только глаза, я не говорю, что там больше закрыто И считаем, первая карьера там 14-3 А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение Пророчество Ко мне заезжает один секретарь комсомольской организации Попал на собрание, в церкви был, побыл, постоял, хорошо поют, мне нравится Ну не меняется, но вот вышел проповедник Новосибирской баптистской общине проповедовать Я сам оглядываю на людей, он про меня рассказывает все Слово настолько его прожгло, он обратился, стал баптистом Он мог быть православным, ходил в храм Вот пишет Мещеринов Петр Игумен, он как над молодежью считается в русской православной церкви Ходил нету, я его встретил в городе, в месте 4 Я говорю, да почему не ходишь? А чего ходить? Я прошел все храмы в Москве, нигде не проповедуют А у баптистов хоть как-то, но проповедуют Это кол, какой она осиновый в мозге ему там забила Девора, это нам, наша жизнь сама подсекает нас Даст нам Господь духа пророческого, обречительного, смелого, спасительного Богу нашему слава во веки веков Аминь